Добрый вечер, программа «На справде» вновь в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. Так или иначе, но новогодние праздники, рождественские праздники постепенно близятся к своему завершению. Не знаю, радует ли это вас или огорчает, тем не менее, так и есть. Остается, возможно, завершающий праздник, полуофициальный старый Новый год, который будем праздновать с 13 на 14 января. О том, что происходило в нашем городе 100 лет назад. И, возможно, как отмечали этот замечательный праздник, Новый год нашей предки, ровно век назад. Об этом будем говорить сегодня с гостем в студии, которого я с удовольствием представляю. Историк, журналист и автор интернет-проекта «Старости» Филипп Дикань. Добрый день, Филипп. Вечер. Добрый вечер, Володь. Рад тебя приветствовать. Аналогично, очень рад тебя видеть в этой студии. Ну, давай вот, собственно, с нового-то, старого года и начнем, если не возражаешь. Да, пожалуйста, нам в пику, как говорится, и Бог велит или карта велит, я уж не знаю. Знаешь, твоя фраза о неизбежности окончания новогодних праздников с таким воодушевлением, да, мне напомнила фразу старинную, старую, советскую, коммунизм неизбежен. Окончание праздников тоже, к счастью, неизбежно. Надеюсь, все их пережили, так же, как переживали наши предки, собственно говоря. И действительно получилось так, что сто лет тому назад Россия, частью которой мы тогда были, Харьков, Слобожанщина, отмечал, да, собственно, все, хотел сказать, Новый год, а все праздники, собственно, отмечал на 13 дней позже, чем Европа и большинство стран, потому что у нас по-прежнему тогда еще торжествовал, чуть было не сказал лютовал, почему-то елеанский стиль, который отличался в 19 веке на 13 дней от нынешнего Григорианского. Ну и, соответственно, хотя, понятное дело, что для наших предков Рождество было 25 декабря, а не 6 января, это само собой разумеется. Да, тут надо вот понимать вот эту легкую путаницу, которая возникает. Вообще-то Рождество у всех нормальных стран, хотел так сказать, и сказал. Рождество, как правило, перед Новым годом, и в этой связи Новый год на такой сопровождающий праздник. И я так понимаю, что у нас здесь 100 лет назад была примерно та же картина, да? Абсолютно-то не примерно, а абсолютно та же картина. То есть главный праздник – это не Новый год все-таки, а Рождество. Ты знаешь, хороший, кстати говоря, вопрос, потому что, наверное, главность праздника зависела от убеждений человека. Что я имею в виду? Если человек был религиозен, если он верующий был, то для него Новый год – это всего лишь смена некая век, смена годов всего-то. Ну, сменился старый год на новый, ничего такого нет. А вот рождение Христа, рождение Господа – это, конечно, да, это главный праздник, действительно. Ну, и официально он подавался, безусловно, как главный праздник. А Новый год был, пожалуй, главным светским праздником, самым главным, самым веселым светским праздником. Я тебе скажу, что, судя по газетам того времени, были люди, которые все-таки не одобряли вот этого веселья такого залихватского именно в Новый год. В Рождество тем более, но в Рождество его и не было, естественно. Ну, это понятно. Это семейный праздник, да. Никому в голову не могло прийти что-то устраивать такое, выходящее за писанные и неписанные правила. Это сочли бы просто кощунством. Понятное дело, что начало XX века, тем более уже второе десятилетие пошло, близится революция, о которой мы еще тогда не подозревали. Идет война, вот что самое главное. Я вот, да, я как раз совершенно верно. Плюс еще идет война, конечно. Люди, многие люди, ну, многие-немногие, но достаточно значимая часть общества несколько пересматривала отношения к религии, кстати говоря. И для них уже это действительно праздник был скорее формальный. Да, надо было пойти в церковь, да, это отличный повод, я имею в виду Рождество, конечно, да, это отличный повод собраться в узком семейном кругу, пригласить друзей, что-то вспомнить, подумать о чем-то. Но Новый год давал повод уже, конечно, разойтись, как говорится. Да кутили, опять-таки, судя по дошедшим доносведениям, по газетам столетней давности, которыми я с большим удовольствием занимаюсь, кутили на славу, как говорится, по тем возможностям. Учитывая, что не кино, толкового, как говорится, 3D тогда не было, не радио, хотя кинотеатры, кстати, зазывали. Уж не знаю, кому могло прийти в голову пойти накануне Нового года в Бомер, кстати, например, который существовал тогда, один из популярных кинотеатров, или Ампир, который стал потом первым комсомольским, и ныне почил в Бозе, как говорится. Но зазывали кинотеатры, были даже вечерние сеансы, буквально еще в предновогодний день. Вернусь, однако, к некой новогодней, в кавычках, конечно, вакханалии. Многие газеты, журналисты, гражданские деятели, скажем так, не одобряли разгула именно в это время, потому что, как совершенно верно вспомнил, действительно шла война. Шла Первая мировая война в разгаре, и более того, такие вот залихватские настроения, шапкозакидательские, как принято говорить, что мы быстренько одолеем проклятую Немчарову, гадкого врага, все-таки уже улетучились, потому что пошел второй год войны. Это уже 16-й получается, да? 15-й. С 15-го на 16-й. Да, 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 совершенно верно, да, 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 ну вот у нас с начала 2016, мы минус 100 лет, да, по полтора года практически отвоевали, и непонятно было, чем кончится, газеты, российские газеты, понятно, пестрели победными реляциями, мы там побеждаем, сям побеждаем, были постоянно печатались какие-то рассказы о доблестных подвигах российских солдат. Я думаю, что в немецкой прессе было то же самое, естественно, никто, кому приятно писать о собственных поражениях, в силу необходимости надо, если очевидно, да, фронт-то двинулся, ну, приходится написать, но в основном, конечно, бравурные все эти надписи, и вот, а рестораны-то продолжали работать. А вот интересный момент, ведь, насколько я помню, вот, правда, я не помню, с какого года, но во время Первой мировой войны в Российской империи официально действовал сухой закон, по-моему, даже запрет на танцы, да, и вот тут я боюсь ошибиться. Насчет танцев, кстати, не слышал, не знаю, не доходило до меня, во всяком случае официального не было, я думаю, раз не было официального, то вряд ли кто-то решился бы его прикрыть. Ну, сухой закон был объявлен. Да, причем тоже интересный момент, он вступал некими этапами, скажем так, сначала запрещали в третьей разрядных ресторациях, запрещали водку, потом решили запретить все, но, тем не менее, стопроцентного, абсолютного такого сухого закона не было, потому что в первоклассных ресторанах разрешалось продавать вино, ну, а как, собственно говоря? Я вот хотел спросить, когда Новый год, Рождество, и без шимпанцев. За счет чего это за лихватское веселье-то достигалось, вот такой градус, да, вот, за низокаламбур? Ну, опять-таки, как в любой стране, где правительство, которое пытается ввести сухой закон, естественно, сразу появляется что? Подпольные, естественно, да, все эти вещи. Вот я даже хочу маленькую заметочку такую вот зачитать. Это заметка вот 23 декабря 2015 года, ну, то есть плюс 13 дней, тоже получается январь, январь 2016 года, ровно 100 лет назад. Заметка, которая называлась «Усиленный спрос на вино и пиво». Это действительно при сухом законе. Ни в одном году, начинается она так, ни в одном году не было такого спроса на вино и пиво, как в настоящем. Возле пивных складов, винных погребов и колониально винных магазинов стоит длинная вереница жаждущих вина и пива. Продавцы не успевают разливать из бочек бутылки вино и наклеивать на них бандероль. Речь, кстати говоря, о суррогатах, о том, что продается из-за повышенного спроса не только хорошее качественное вино, но и всякая подделка, как вот здесь, кстати, написано «натуральное кахетинское вино» в кавычках. И до того бавят вино, причем не брезгуют даже динатуратом, что вино превращается вместо, как отмечает заметка, вместо положенных 15 градусов, а опускается до 5 его крепость. Вот, пожалуйста, и вакханалика. А пиво-то это же не патриотично получается. Это же война с германцем идет, пиво немецкое. Секундочку, почему не патриотично? Новая Бавария и так далее. Какие-то, не знаю, натянутые параллели с тем, что происходило у нас, когда общественная инициатива, например, бойкот российским товаром. Не натянутая, кстати, параллель. Совершенно да, параллель абсолютно верная. И, кстати говоря, прямая в России того времени вообще, не в России, в государствах, воюющих государствах того времени, это касалось как и стран-членов Антанта, так и Тройственного Союза, их просто захлестнула волна вот этого псевдопатриотизма, такого шовинизма и так далее, когда громили магазины, когда запрещали товары немецкие. Более того, и в Германии, и в Австро-Венгрии, и в России арестовывали подданных государств противников, противоположной стороны. То есть, условно говоря, ну вот пример, мне очень нравится этот пример, я его частенько привожу, точнее, когда речь заходит об этом. Там в Харькове жил лет 30, наверное, до начала Первой мировой войны, такой себе Карл Карлович Клекер. Он обрусевший немец, был, имел свои дела, был таким бизнесменом, я так понимаю, средней руки, в том числе и ресторатором. Но, тем не менее, подданство он не сменил. Незадолго до начала Первой мировой войны он приобрел ресторан «Циммерман», тоже ресторан с немецкой фамилией. Он стал четвертым его владельцем. Ресторан находился, кстати говоря, по адресу Сумская, 11, вот в том неблагополучном доме, который сгорел в конечном итоге. Когда началась Первая мировая война, он немедленно подал прошение о переводе в российское подданство и переименовал ресторан крайне патриотично в «Медведя». Ну, долго не думая, я так понимаю, ассоциация «Россия», «Медведь», пусть будет «Медведь». Я же не знаю, что в голове было, но, допустим, это не помогло. Его все равно арестовали, ресторан национализировали, кстати говоря, что было удивительно для тогдашнего российского государства. И человек отправился куда-то в Сибирь, где, видимо, сгинул. Так что было это. А насчет пива, да, действительно, в Харькове было известное популярное пиво «Новая Бавария», которое, я думаю, тогда сильно потеряло, конечно же, в привлекательности покупательское. Но зато было пиво и «Украинка». С таким вот названием действительно «Украинка». Удивительно просто. У него есть название «Австрийский генштаб» придумал. Вот я не знаю, как его оправдывали, действительно. Но это удивительно, учитывая отношения. И учитывая, что в 2015 году начался очередной запрет на всеукраинское. А пиво, тем не менее, выходило с таким названием «Украинка» и было весьма популярным. Ну, видать, не до сего находили руки, как всегда в Российской империи происходило. Или находили лазейки. Что это мы все о взрослых, да, о взрослых. Праздники-то по большому счету, по крайней мере, советский период. Это любимые детские праздники. Вот что было для детей такого интересного вообще в нашем городе? Вообще была ли, например, у нас такая главная центральная елка? Ну, Дворца пионеров явно не было. И скаутов, наверное. А вот елка такая, на которую, не знаю, всей семьей выехали, сфотографировались, может быть, или еще что-нибудь в этом роде. Ну, возле елки не было принято фотографироваться. Сфотографироваться, наверное, не дошло тогда ни креатив фотографов, да, назовем это так, ни техника. Хотя переносные фотоаппараты, конечно, уже были. Более того, были и небольшие фотоаппараты переносные, мобильные, я бы даже сказал, пользуясь современным языком. Ну, как-то я, по крайней мере, среди тех фотографий, среди того обилия, я бы даже сказал, дореволюционных фотографий, которые попадаются в интернете, не только, понятно, харьковских, я не видел фотографий семейных возле елки. Вот я только сейчас об этом подумал, ты как-то дал мне так повод. Почему не фотографировались, не приглашали в семьи, не знаю, может быть, просто не дошли эти фотографии. Может быть, опять же, ни у кого-то есть, тогда прошу прощения, ну, значит, я вот, не дошли руки и глаза. Ты говоришь о семейных. Да-да-да, а вот что касается главной елки, а вот что такое главная елка для жителя Харькова? Дворец пионеров тогда был, точнее, конечно, не дворец пионеров, как учреждение, а здание дворца пионеров, потому что дворец пионеров расположили в здании дворянского собрания, которое находилось на площади Конституции, тогда Николаевской. Это вот там, где стоял памятник, называемый в народе пятеро из ломбарда, так называемый, примерно на том месте. Там была главная елка для, ну, опять же, очень условно для дворян, потому что дворянское собрание традиционно для своих членов устраивало празднество новогоднее. Туда нужно было, можно было привезти и знакомых, уплатив за них там рубль, например, или что-то около этого, сейчас не помню точно. Ну, понятно, и, конечно, состав сословный в Российской империи того времени менялся, много людей занимало достаточно видные положения из крестьянского сословия, из мещан, были богатыми, они могли себе позволить. Насколько их там принимали, не знаю, их не перечисляли. Всегда в газетах писали о том, кто посетил, это были дворянские фамилии, причем, кстати говоря, вот в газетах 15-го времени этих списков я уже не видел. Возможно, потому что многие были на войне, возможно, поэтому была елка в коммерческом клубе, это клуб купцов, была елка в мещанском собрании, ну, и так далее. Более того, устраивали, знаешь, если проводить современные аналогии параллели, можно сказать, устраивали корпоративные елки. Да, да, да. И для детей тоже. Например, рабочие, в общем, разные рабочие, да, разных цехов, разных подразделений, там, провозостроительный завод, я сейчас называю первое, что приходит на ум, там, какие-нибудь, не знаю, портные, например. Конечно же, в больницах, кстати, устраивали елки, прежде всего для солдат. До этого это не очень распространенное явление было, но поскольку было очень много раненых и больных, то специально для них устраивали елки, на которых часто выступали и детишки, доставляя радость воинам. В народном доме, тот, который сейчас называется ДК Хэмс, если еще не переименовали, не знаю, кстати говоря, не помню. В рабочем доме, это нынешний ДК Металлист, там тоже для рабочих традиционно устраивали елки, причем старались, чтобы еще до введения схого закона, до войны, старались, чтобы никоим образом не проник туда зеленый змей. Потому что негоже превращать вот эти вот не утренники, а вечерники, что ли, хоть и для взрослых, но все-таки рабочий должен был соответствовать неким идеальным представлениям. Дресс-код, фейс-контроль, как бы сейчас сказали. Типа того, да, типа того, ну и такой мини-сухой закон. Так что по большому счету, по большому счету, главной харьковской елки не было, были такие вот корпоративные, грубо говоря, елки, очень популярные. Децентрализация, опять же, вот есть с современным языком. Опять-таки, естественно, при кинотеатрах устраивались елки, потому что как-то надо было публику завлекать. Каждый старался разукрасить, я так понимаю, по-своему, этот вот новогодний символ. Ну и в ресторациях, которые не могли себе и в войну отказать, да, от того, чтобы не зазвать публику. Как же, как же. Должен, кстати, сказать, что опять-таки в связи с войной, в связи с удорожанием жизни вообще и продуктов, и подорожали стоимость новогодних ужинов. Вот я об этом хотел спросить, потому что это традиционный жанр, предновогодний репортаж, стоимость такая условная новогоднего стола. Там, да, вот Оливье, не знаю, кстати, там насчет Оливье и холодца варили или ели листудень, во всяком случае, было, я знаю точно. Ну, в домах наверняка, я думаю, конечно. Да, насчет Оливье не уверен. И всегда, как правило, сравнивать с предыдущим годом, делается неутешительный вывод, что там действительно подорожало, все чертовски дорого, и не каждый может себе позволить. А что писали газеты вот по поводу, действительно, ну, насколько серьезным там было подорожание по сравнению с прошлым годом? — Подорожание вообще было серьезным, опять-таки, по их меркам. Мы, когда читаем нынешние цены, сводки цен, нам кажется смешным, да, но вот стоил некий предмет, там, куры, например, стоили 80 копеек, подорожали до рубля. Или там до рубля, не дай бог, 25 копеек. Ай, какой ужас. А тогда это было действительно дорого, потому что подорожание на каких-то 2-3 копейки даже, не говоря уж о большем, для обывателя, будем так говорить, для человека среднего достатка, тем более для малоимущих, очень сильно сказывалось на кармане. Потому что если человек, например, получал 30 рублей в месяц, а такое тоже часто было, ему просто фактически не на что было жить. Это значит, что у него был или какой-то собственный дом, доставшийся, домик даже, я бы сказал, доставшийся по наследству, но, опять-таки, он должен был тратиться на уголь, что было дефицитом тогда из-за военных условий, на дрова, ну, в общем, на отопление, керосин и так далее, и так далее. Либо же снимать. Ну, я так понимаю, что минимальная какая-то плата за съемку квартиры была, ну, 3-5 рублей. Это ужасные условия, это какая-то халупа. А в хороших домах, в центре, это Сумская, Рыморская, Пушкинская и так далее, ну, там пришлось, приходилось платить от 150, 300, 500 рублей и так далее. Опять-таки, чтобы понимал современный зритель, это были цены на уровне московских и питерских, а то и выше, как ни странно, почему-то. Об этом писали газеты, это было такой вот топовой темой, я бы сказал, даже. Дороговизна жилья. Дороговизна жилья, да, совершенно верно. Ну, и цены. Если ресторанные цены, я имею в виду, вот для тех, кто мог позволить, я понимаю, что, наверное, как, наверняка, вернее, как и сейчас, даже те люди, которые не могли себе позволить пойти в ресторан в течение года, все-таки как-то стремились сделать это хотя бы в новогоднюю ночь. Если им по каким-то причинам наскучивалось сидеть дома или надо было показать себя, хотелось, может быть, показать себя. Других-то, опять же, развлечений фактически не было. Так вот, если в 909, например, году стоимость варьировалась от 250 до 3, ну, максимум 4 рублей, это был потолок, это были фешенебельные рестораны типа Грандотели, которого, при гостинице Грандотель, которая сейчас не существует, она была на нынешней, опять, Павловской площади, вот там, как раз, где стояла стела в честь независимости Украины, пальма, так называемая, в народе, опять-таки. Было большое здание четырехэтажное, как тогда говорили, грандиозное, пострадало время войны, его снесли. Вот они заламывали, позволяли себе заламывать самые высокие цены и пользовались популярностью. Так вот, на рубеже 15-16 годов минимальная цена в ресторане была 4 рубля, а так, извольте, выложить 6, 7 и даже 8 рублей. Причем, что интересно, на тот момент Грандотель был не самым дорогим рестораном, не знаю почему, и почему-то они не напечатали меню, что тоже странно. Обычно вот такие уважаемые, уважающие себя и уважаемые, пользующиеся в городе популярностью ресторации, всегда печатали в газетах меню, ну, понятно, чтобы публика могла... Новогодние, да. Ну, видимо, да, видимо, да. Я просто, опять-таки, я не сталкивался с повседневным меню, но думаю, что они, конечно же, чем-то его как-то разнообразили, чтобы публика могла выбирать. Кстати, интересный момент, в качестве некоего бонуса, говоря, опять же, сегодняшним языком, дамам, например, полагались фиалки из Парижа, непременно из Парижа. Это в войну-то, да, получается? Или это обман был интересен? Накануне, в войну я уже такого не видел. А господам сигары. Вот эти все надписи, кстати, да, в войну исчезли. Там было все просто. Меню и так далее. Если интересно, могу зачитать, кстати говоря, меню. Конечно, озвучите, пожалуйста. Озвучу, да. Дело-то близится все равно к завершению и к финалу, да, конечно. После которого, возможно, перейдут от телевизоров к столам. Итак, ну вот, 15-й год. Я тут просто для сравнения выписал и другие, но это, чтобы не зачитывать, конечно, не занимать время, только за 15-й приведу. Ну вот, например, популярный ресторан «Версаль», там, где сейчас учатся будущие режиссеры телевидения, например, режиссеры массовых действий и так далее, работники культуры, начало конторской. Опять-таки, по-старому сказал. Итак, «Версаль», что он предлагал? Такое небольшое очень меню «Консоме леспирш пай». Кто ж не любит «Консоме», да, конечно. На самом деле это бульон, это бульон с пирожками, куриный бульон с пирожками. Волжская крупная стерлядь, стерлядь «Помери», вот убей бог, не знаю, что это такое, и интернет-подлец не дал помощи почему-то. Жареные французские пулярды, ну, собственно говоря, жаркое куриное из таких плотных толстых кур. Тетеревая рябчики, естественно, как говорится. До 17-го года включительно. Стереотипно как-то так, да, я бы даже сказал, да. Дюшес в Хересе и Солене. Замечу, опять-таки, без спиртного, действительно. Стоило это все удовольствие 8 рублей. Это дорого действительно было. Поднялись цены, инфляция, опять же. Не знаю, как там можно было ли подпольно, но это вот такое разовое меню. Понятно, что можно было что-то еще заказать. Или вот гостиница «Россия», здание до сих пор сохранилось, а сейчас там спецвуз автоматика. На первое они предлагали на выбор либо консоме, либо борщок, дьявли и пай. Пай – это пирог, ну, собственно, пирожки. На второе – стерлядь «Помери» или лососину по-английски. Затем жаркое из рябчиков куропаток и пулярды и соленья. Ну, и на десерт парфе паноше с фруктами. Меню более, кстати говоря, выбор больше, чем в Версале, я смотрю, но стоимость меньше – 6 рублей. Уж не знаю, чем они там руководствовались. Но вот так наши предки некоторые могли и отобедать. А выбор ресторации был приличный, кстати говоря. У нас пара минут остается до конца программы. Хотелось бы немного в финале отойти от новогодней темы все-таки. Так или иначе, в ходе нашей беседы и весь твой проект, в принципе, построен на том, что есть порой весьма серьезные, порой не очень, но созвучие, да, курьезные какие-то вещи, созвучие тому, что происходит в Харькове на данный момент, да, между нами 100 лет. Но, тем не менее, какие-то процессы, в общем-то, и не меняются, да, меняются там только внешние обстоятельства. Но это та часть, которую видит читатель, зритель. Насколько вот ты читаешь-то все газеты полностью, да, вот насколько... Ну и все, конечно, да. Да, ну, материала куда больше, чем, в общем-то, попадает в итоге в проект. Насколько вот действительно какая-то петля, не знаю, насколько мы действительно вот в той же примерно точке, что и 100 лет назад, хотя бы по настроениям в тех же газетах. Да-да-да, это вот спасибо за вопрос. Он и меня часто мучает. Более того, впервые я это заметил, провел аналогии, когда первый раз только вот так вот нашел газеты, столкнулся, а это было на секундочку еще 15 лет тому назад. Очень похоже, вплоть до каких-то мелких деталей, не говоря уже об общем. Ну, самое первое, то, что бросается в глаза, это война и все, что с ней связано. Боевые действия, волонтеры, волонтерское движение невероятно развито. Беженцы. Беженцы, опять-таки, да. Помощь беженцам, больным, вечным воинам и так далее, и так далее. И ты знаешь, я побаиваюсь, что спираль истории есть, и она таки вот, если не дает задний ход, то понятно, что идет вперед, но зачастую как-то вот из прошлого действительно очень-очень многое берет. 14-й год запал. Сейчас на 17-й год намекаешь. Это не я сказал, это сказал ты, да, посмотрим 17-го года. Но если что, он грозит, возможно, не нам, а соседям, бог его знает. А революция-то была, в общем-то, в Петрограде, на самом деле, в 17-м году. Совершенно верно, совершенно верно, а там посмотрим. Дай бог, чтобы мы, кстати, пережили нашу эпоху 18-го, 20-го годов, которая 100 лет назад украинское государство, к сожалению, не выдержало. Ну, параллели это не переговор в любом случае, и все в наших руках. И, в общем-то, надо надеяться на лучшее, и загадывать лучшее. Главное, чтобы мудрости все-таки прибавилось за эти 100 лет. Однозначно, это хорошее пожелание в практически последние новогодние дни. Спасибо, Фил, что был гостем в нашей студии. Спасибо, Володя. Спасибо, что смотрели. Не знаю, вот как, собственно говоря, с Новым годом так и поздравляли. Просто с Новым годом, с Новым счастьем. Любили какие-то более архаичные формы. Именно с Новым годом, с Новым счастьем. Это очень популярно было, кстати говоря. С Новым годом, со старым Новым годом и с Новым счастьем. Спасибо, что смотрели нас. До свидания. Всего доброго, счастливо. Редактор субтитров А.Семкин